Я всю ночь просмотрела на небо. В 6 утра позвонила мама. Она говорит, тебе кто-нибудь подходил. Я говорю, нет. Те страшные дни 30-летняя Гузель Якупова вспоминает снова и снова. Все 9 месяцев ее беременность протекала нормально. В Камский детский медицинский центр она поступила 10 мая с задержкой родов. Спустя два дня она пожаловалась дежурному врачу на боли в животе. Но по ее словам никто из врачей к ней так и не подошел. А вечером ей сообщили, что ее неродившийся малыш мертв. Я три суток почти ходила с мертвым ребенком. Я там лезла, на стену лезла. Я кричала, режьте меня, вытащите ребенка. На то, что они сказали, сама должна родить будут последствия. По словам Гузель, все время, пока она пыталась добиться, чтобы хоть кто-то из врачей обратил на нее внимание, весь персонал был занят переездом. После случившегося в роддоме провели свою внутреннюю проверку. Данная проверка выяснила на превышение должностных своих полномочий одной из акушеров перинатального центра, которая взяла на себя функции по организации сроков госпитализации, сроков родов и так далее. На данный момент этот сотрудник отстранен от занимаемой должности и решается вопрос о ее последующем увольнении. Это далеко не первая трагедия в Камском детском медицинском центре набережных Челнов. 17 февраля, не успев родиться, умерла дочка Познышевых. Как и в случае с Гузель, беременность, по словам убитого горем отца, протекала без осложнений. Женщина заранее легла в больницу, но за несколько дней до родов ей стало плохо. У нее началось кровотечение. Как уверяют родные Познышевых, несмотря на мольбы, матери врачи отказались делать ей кесарево сечение. Малышка умерла. Были кровотечение два дня. Доктора сказали, что так и должно быть, идите нормально все. Это были выходные. И они ушли на выходные. Потом в субботу у нее началось сильные боли в животе. Позвали в доктора в два часа ночи. Он пришел в 3.50. Посмотрел, все нормально. И с утра в понедельник, вот, уже слабая, они давали его вытаскивать. Применили там и вакуум. Все применили. Только не кесарево. Якоповы обратились с заявлением в правоохранительные органы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Теперь следователям предстоит дать оценку действиям и дежурного врача, и других медработников, причастных к этой истории. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дело продолжается. Как отметил в своем недавнем выступлении прокурор республики в сфере здравоохранения города Найджинчины, имеются огромные проблемы. Все мы помним историю, когда в одном из родильных домов были перепутаны младенцы, и недавний случай служит тому подтверждение. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам с уверенностью можно будет сказать, что именно стало причиной смерти малыша. Трагическое стечение обстоятельств или непрофессионализм врачей Камского детского медицинского центра. Светлана Белова, Артем Агалаков, Геннадий Федосеенко, Альфред Камилевский. Телеканал Эфир.